Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш курс Тании, и на сегодняшней встрече мы завершим четвертую главу этой чудесной книги. В прошлый раз мы поговорили с вами о том, что наша душа, имеющая десять сил, находит свое выражение с помощью трех ее одеяний, без которых как бы она невозможна, и силы души, и эти одеяния направлены на реализацию божественной программы, на реализацию с помощью Торы. Почему же так? Неужели каждый мгновение нашей жизни мы должны только жить по Торе или только с помощью заповедей? Неужели нельзя взять какой-то короткий отдых, передохнуть, собраться с силами, как в банальной работе, ведь существует там смена и выходной, существует отпуск? Нет. Тора – это именно тот инструмент, с помощью которого Всевышний, сократив себя в ней, сотворил этот мир. Вы знаете, существует так называемые десять речений, с помощью которых сотворен мир, да? И будет свет, и будет трава, и будут животные, и будут звезды. Десять из речений, с помощью которых Всевышний сотворил мир. Что значит «сотворил»? Разве Всевышнего есть род? Разве Всевышний говорит? Мы уже с вами когда-то на предыдущем курсе здесь немножко говорили, что это аллегории, как бы, да, обозначающие что? С помощью определенных сокращений, которые мы назовем буквами, да, Всевышний реализует свои замыслы. Он сократил себя, свое влияние до десяти сил, десяти сфер, о которых мы говорили, и до двадцати двух инструментов, двадцать две буквы алфавита, которые обозначают определенные проявления Всевышнего. И поэтому слова Торы, да, с помощью которых сотворен этот мир, десять речений, которыми сотворен мир, посмотрите, какая просматривается прекрасная аналогия, а потом были десять заповедей, которые содержат в себе, как в концентрате, все остальные законы Торы. Давайте обратим внимание, какая первая из десяти заповедей, прозвучающих на горе Синай? Помните? Я твой Бог, который вывел тебя из Египта. Эта заповедь какая? Повелительная. Она включает в себя все последующие 248 заповедей, то есть из нее как бы плавно они истекают. Я твой Бог. То есть я тебе говорю, я сотворил этот мир, я показываю тебе, как правильно реализовать этот мир, потому что я его сотворил, я знаю, что для этого мира хорошо и плохо. Вот это первое, да? А вторая заповедь какая была? Обратите внимание, эти обе заповеди мы слышали лично от Всевышнего. В последующем народ сказал, извини, Моше, мы настолько это такое раскрытие божественное, мы не в состоянии, наши души вылетают из тела, возвращаются в источник, дальше ты нам расскажешь. Но эти первые две заповеди Всевышний сделал так, что мы услышали их все. Какая была вторая? Вторая, да не будет у тебя других богов. Я уже говорю сразу по-русски. Что имеется в виду? Это имеется в виду вот те самые 365 запретительных заповедей, которые из нее истекают. Не будет у тебя указания к действию других. Это имеется в виду, что значит богов. Это тот, кто тебе рассказывает, как правильно делать совести. Нету других. Я сказал тебе, как, что и надо делать. Я твой бог. И нету у тебя вариантов нарушить то, что я обозначил как неправильное для этого мира. Я думаю, что ни одному из нас не придет в голову, да, каждый день поливать там наш радиоприемный, телевизор, водичка, как мы это делаем с растениями. Почему? Это неприемлемо для телевизора. Это его разрушит. Это не потому, что мы плохие. Или он плохой. Нет, ему это неправильно, если это делаем, это плохо, поэтому мы не делаем. И детям нашим не разрешим это делать. То же самое, когда наш ребенок начинает изучать мир, и иногда, не приведи Господь, ну это бывает, пытается засунуть палец в резетку. Мы что ему говорим? Не смей этого делать. Больше того, мы даже иногда его силой оттащим от этой резетки. Даже иногда, извините, хлопнем его по ручке, чтобы он пальцем не лез в эту резетку. Почему? Потому что если туда засунет, его стук не током, не дай бог, может вообще не приведи Господь убить. Это не потому, что мы не любим нашего ребенка, не потому, что мы его наказываем. Мы учим его не лезть в опасность, которая может подвергнуть свою жизнь. Поэтому на каждом, как говорится, моменте нашей жизни, которая сотворена Всевышним, каждой точке нашего мира, каждой секундочке нашего мира есть можно и нельзя в соответствии с тем, кто этот мир сотворил. Поэтому наша связь с Всевышним, она очень важна и обязательно. А мы его не видим, мы как бы его не чувствуем. Но для этого и есть стора. Всевышний в ней. Он вложил себя в нее, чтобы мы могли это понимать. И он говорит нам, ребята, я здесь. Вы хотите меня? Вы хотите сблизиться со мной? Вот. Вы реализуете себя так, как я хочу каждую секунду. В этот момент мы с вами сливаемся в одно целое. Алте Рэбе приводит потрясающий пример для этого, чтобы понять. Он говорит, потрясающая вещь. И если меня обнимает царь, да, великий, умный, могучий правитель, царь, которому не так просто давать. Если он меня обнимает, какая мне разница? Он обнимает меня летом в рубашке с коротким рукавом? Или он обнимает меня зимой, когда он в шубе? Имеет значение, насколько я вижу, вот как выглядит его реальная рука? Или имеет значение, сам факт того, что он меня обнимает? Имеет значение, что вау, вау, только пророк может видеть Всевышнего так, как он есть, без рубашки? Нет, мне важно, чтобы он меня обнял. Поэтому, да, изучая эти буковки, торы, в которых он себя сократил, когда как одел себя и в рубашку, и в пиджак, и в пальто, и в шубу сверху. Но весь день сам факт, что когда я с этим, он меня обнимает. Я соединяюсь с ним, исполняя каждую секунду, именно так, как он хочет реализовать этот мир, я нахожусь с ним в очень близкой связи. Моя душа все время как бы с ним, независимо от того, что он одет там в три одежки, в десять одежек. Это то, что нам очень важно понять, что Макшива и Буримаасе, что наши десять сил нашей души, и наши инструменты души, если они задействованы торой, волей Всевышнего, они создают нам потрясающую, невозможно никаким путем иначе достиг, связь со Всевышним. Он просто обнимает нас, как папа и мама обнимают сына. Это как бы секун, это как бы все подведенный ток вот этой четвертой главе Тании. На сегодня мы закончим. До следующих встреч с вами. Еще раз всем крепкого здоровья, мирного неба, больших успехов. Момент мудрости «Сколель Тора». Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.